здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут юлиана 9 марта время нового не упускайте возможности которые дает судьба сегодняшнем видео вы все узнаете 9 марта находится под управлением энергичных и позитивных восьмых лунных суток в этот период будет успешной любая командная деятельность особенно связаны с новыми или недавно начатыми проектами вы сможете продвинуться по карьерной лестнице и существенно улучшить уровень жизни не упустите возможности предоставляемой судьбой день когда властвует восьмые лунные сутки не будет результативно если вы попытаетесь справиться со всеми проектами в одиночестве это время когда важен любой совет даже озвученный случайно прохожим сегодня вы можете найти новых деловых партнеров договориться о важной сделке действуя продуманной и анализируя ситуации вы добьетесь того что все начинания приведут к успеху результаты будут впечатляющими но для этого придется изрядно потрудиться помните о том что сегодня нельзя повышать голос грубить и ругаться поскольку эмоциональное восприятие сказанного усиливается ссоры из-за пустяка закончатся длительным конфликтом контролируйте чувства избегайте резких высказываний особенно во второй плане дня не озвучивайте плохих пожеланий и будьте предельно лояльны к окружающим весь негатив который вы направите против других вернется к вам в двойном размере энергетика дня направлена на очищение благодаря чему вы можете избавиться от старых обид вины за совершенной прошлом ошибки и освободиться от воздействия накопленного негатива это идеальное время чтобы начать и жить с чистого листа чтобы усилить это воздействие примите ванну проведите сеанс медитации сегодня вы можете ощутить желание замедлиться расслабиться заняться самопознанием все это можно осуществить но не посвящайте весь день анализу своего внутреннего мира крайне важно проявлять активность и инициативу тратить имеющиеся силы и ресурсы на создание нового или завершение старых проектов восьмой лунный день в астрологии считается временем раскаяния и духовного очищения судьба она помнит вам обо всех планах и задачах которые были начаты но не доведены до конца однако не рассчитывайте что вам удастся справиться с делами в кратчайшие сроки у вас может появиться ощущение что все ваши действия не результативны связано это с особенностью суток и зависит от усилий совершенных ранее этот период подводит первые тонкие ваших действий совершенных с начала лунного месяца вы получаете энергию и информацию в которой нуждаетесь а также награждаетесь заслуженными почестями однако это произойдет только если вы начали новый лунный цикл достаточно продуктивно сегодня вы можете получить подарок или приятный сюрприз это значит что движение происходит в правильном направлении невезение означает что вы действуете неправильно и совершаете ошибки для их исправления проанализируйте прошедшие события чтобы обнаружить причину неприятностей луна находится знаки близнецов что также способствует общительности и налаживание деловых контактов у вас возрастет коммуникабельность скорость мышления появится оптимизм при этом созвездие будет подталкивать к действиям сразу нескольких направлениях заставляя хвататься за все и сразу у чувствительных людей будут наблюдаться перепады настроения и чтобы избежать этого как можно больше общайтесь с людьми которые вам не безразличны не пытайтесь решить все вопросы за один день выбирайте три-четыре самых важных дел и занимайтесь только ими луна советует день хорош для любого начинания не несущего неприятностей другим людям нежелательно часто контактировать с руководством и менять место работы также восьмые лунные сутки не рекомендуется демонстрировать грубость быть излишне резкими в разговорах не делайте ничего что может стать причиной ссоры отличное время для выполнения мелкой и несложной работы по дому протрите пыль поменяйте мебельные чехлы полейте цветы избегайте дел которые могут затянуться надолго таких как генеральная уборка финансовых вопросов период будет достаточно позитивен вы можете совершить покупки одалживать и занимать деньги однако оцените все риски если речь идет о крупных денежных вложениях или финансовых сделках несмотря на повышенную эмоциональность периода день идеален для общения вы будете испытывать взаимную симпатию к окружающим благодаря чему удастся наладить с ними взаимоотношения это идеальная пора чтобы помириться с теми кто на вас амбижен или испытывать неприязнь вызванную прошлыми поступками лучшее время для гармонизации отношений и поиска второй половинки если вы одиноки вы строите романтический вечер или сходите на свидание будьте открыты и искренне не держите амбит восьмые луны сутки наступает идеальная пора для различных поездок вы хорошо отдохнете в отпуске и продуктивно проведете время в командировке благоприятная энергетика делает маловероятные любые неприятности которые могут произойти в дороге ну а по народным приметам 9 марта отмечаю обретение люди родившиеся в этот день являются чувствительными и проницательными также наделены аналитическим умом и умеет просчитывать любую ситуацию на несколько шагов вперед им не свойственно долго задерживаться на одном месте из-за чего они часто меняют место работы жительство и увлечение им нравится познавать мир и обретать новые навыки тем не менее они стремятся достичь вершины в любом начинании на талисман для рожденных в этот день аквамарин в народе праздник на руси связывали именно с птицами считалось что сейчас пернатые возводят новые гнезда чтобы позже обзавестись потомство также ждали возвращение перелетных птиц в этот день наши предки ожидали прилета аистов и жаворонков которые считались символами дома и благополучия именно этот день считался днем когда можно было избавить пьющего члена семьи от зависимости а для этого проводили такую практику исключительно 9 марта ровно в 12 часов ночи зажигали свечку наливали воду над которой читали такие слова свеча яркая вода сильная от хмеля освободите пусть порог свой оставит жажду водой ослабевает про горькую на всегда забывает истина говорим три раза все отдали эту воду незаметно подливали в чай или суп тому кто был пристрастен к алкоголю до тех пор пока заговоренная вода не закончится сновидение в вещи и исполняются через две недели восьмой лунный день можно проводить любые обряды связаны с улучшением ваших личных качеств и образа жизни вы успешно привлечете свою жизнь в фортуну увеличите благосостояние и добьете всего о чем задумали но результат ваших действий также зависит от намерений а ваши действия не должны причинять вред другим людям чтобы стать удачливее если вам не хватает везения жизни наступила черная полоса а удача вас не балует внимание проведите эту практику обязательным его условием является то что нужно проводить практику вечернее время и лучше всего ближе к полуночи останьтесь в одиночестве в помещении обязательно оденьте в этот момент одежду светлого оттенка далее подойдите к окну подумайте о своей жизни о том в чем вы хотите видеть благополучие и удачу а после скажите слова матушка луна на небо сводит и видна светла и молода умой меня своим светом смой им все невзгоды горести пускай уйдут успешные деньги придут успех со мной навсегда не оставят никогда слова мои крепче камни и надежнее каленого железа замыкаю быть посему говорим три раза все представьте как в этот момент свет луны льется омывая ваше тело подобно воде весь негатив уходит делаю вас чище и удачливее теперь благодарите луну и ложитесь спать а со следующего утра все горести постепенно покинут вашу жизнь привлечением богатства эта практика не только помогает привлечь вашу жизнь денежные потоки но и избавляет от негативной энергетики очищая жилище вам понадобится 9 монет одного номинала они должны быть из белого металла если вдруг у вас нету белого металла берите те какие есть вам нужно приготовить емкость наполненную талой водой оставьте все на ночь на подоконнике а утром приступайте к обряду несколько раз перемешайте просто воду ложкой бросьте туда в нее первую монету и скажите из одного будут три вырастут до 9 дальше расти блага не си добром наполняйся моем доме достаток поселяйся говорим один раз повторите все действия пока все монеты не окажутся в емкости то есть вы должны сказать 9 раз затем не вынимай их обойдите квартиру и окропите все окна двери и углы остатками воды протрите поверхности монетки извлеките оботрите досуха и спрячьте в кошелек или туда где храните сбережения тратить их нельзя месяц и очищающий ритуал восьмой гонус водки энергетика идеально для любых действий освобождающих от накопленного негатива нежелательных эмоций и различных страхов проводится он рано утро до восхода солнца перед тем как приступить обязательно примите контрастный душ представляю как вода смывает негатив верните свою комнату возьмите ручку листок и запишите все неприятности которые вам мешают также укажите любые мелочи какие вспомните вредной привычки черты характера закончив перечеркните написанный крест-накрест нарисуйте сверху закрытый замок как получится неважно спрячьте исписанный лист на сутки в надежном месте после чего сожгите со словами беды сжигаю от себя прочь отцелов говорим три раза все пепел пускаем по ветру вот заметите как вашей жизни будет благополучие и как обычно по традиции перед сном каждый из вас перед тем как ложится спать проговариваем такие слова все плохое из жизни отпускаю а взамен вселенная меня удачи наполняет один раз повторили этого достаточно и посмотрите как вашей жизни обязательно будет все самое лучшее шин 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 Субтитры создавал DimaTorzok